МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пошук працы онлайн. На этом тыдне отбудется черговый электронный кермаш вакансий. Сезон тихого полевания открытый. Не забудьте проверить дары лесу на утримание радионуклидов. А за разом этим и иншим больше подробязно. Центры выборкам зарегистровав пять кандидатов у президента Беларуси. Ими стали Андрей Дмитриев, Ганна Конопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская и Сергей Черочень. Два претенденты сошли с дистанции. Отмолена у регистрации Виктору Бабарыку за неотповедности представленной декларации об доходах и майомасте. А так само с причиной удела у яго выборчай кампании за межные организации, что не допускается. Валеру Цепкалу не удалось и собрать необходную колькасть соправдных подписов выборщиков у свою подтрымку. А у декларации об доходах и майомасте яго женки были указаны недокладные известки. Напереде черговый этап кампании. Старт перед выборчай агитацией. Сегодня же в Центре выборками говорили и об парадку выступления кандидатов у СМИ. Нагадаем президентские выборы, призначенные на 9-го жнивня. Протягиваем выпуск. Будовничество новой школы в 21-м микрорайоне Гомеля вядется на протягу практически усяго светлового дня. Объект, який першопочатково плановалось создать у эксплуатацию в наступном годе, примена ученцев уже селета. Сегодня с ходом работы знайомилися наши корреспонденты. 21-й микрорайон у Гомеля начали узводить в 90-х годах минулого стагодзя, при чем новые дамы тут являются и сейчас. В 2012-м начали будовать школу и даже включили ее в государственную инвестиционную программу. Алип раз два годы за отсутностью сродков работы спынили. Ситуация изменилась после зворот уже хоров микрорайона до президента краины. У студене этого года на объект вернулись специалисты, тем больше, что на двор я сприяла одновлению будовництва. На этом тыдне плануется полностью завершить вонковые работы. До конца этой недели работа будет выполнена. Работает на фасаде 15 человек. Работаем в продленку до 8 часов. Можно сказать, даже вахтой. 11-часовой рабочий день. Так что все идет к завершению. Новая школа различена на 765 навученцев. Спортивная и актовая залы. Обсталяванные аудио, видео и мультимедийными сродками навучания кабинеты. Бассейн, зона для проведения массовых мероприемств. И особный блок для группы продолженного дня на 160 человек. Плюс беговая дорожка с гумовым покрытием, волейбольная пляцовка и футбольный стадион на территории. Это будет саправды, сучасная навучальная установа. Яна будет выделяться сяродь инших будовлев, наводь внешне. Зараз маляры 14-го будовнического 300 завершают покрыть все стен школы. Вроде бы неплохо получилось. Но именно такие рисунки рисуем в первый раз. Попробовали, вроде бы получилось. Ну так, фасады, понятно, бывают разные раскраски. Там полосочки, там всякие кружочки. Ну именно, чтобы таких масштабов в первый раз рисуем. Сярода сабливостью новой школы – створение умов для наученцев с обмежеванными физичными махчимостями. На тротуарах – тактильная плитка. На овоходе – пандус для инвалидов-колясочников. И широкие калидоры у самой установи. Безбарьерная сяродя будет забеспечена у полном объеме. Как, до речи, и все остальные потребования, которые предъявляются до современной школы. Ежедневно трудится 450 человек. Это непосредственно работники генерального подрядчика строительного треса номер 14, а также представители 15 организаций субподрядчиков. Кроме того, на объекте работает студенческий отряд «Белгутовец». К слову, по решению Гомельского областного исполнительного комитета данному объекту присвоен статус молодежной стройки. В активной фазе в настоящее время выполняются работы по благоустройству территории, а также отделочные работы. Все работы выполняются в строгом соответствии с графиком производства работ, а также в строгом соответствии с требованиями пожарной безопасности и охраны труда. Олег Шенчуров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, Телерадиокомпания «Гомель». Узровень захворывания на коронавирус у регионе протягивает снижаться. Плановую деятельность одновил областный клинический шпитал инвалидов Айчинной войны. При этом заховываются обмежевальные меры – ношение масок и социальное дистанцирование. Три месяцы тут примали переважно тех, кто захворил на COVID-19. Неврологические отделения были перетворены у инфекционные палаты. Усяго 190 ложков. В минулую пятницу выписали опошнего пациента, и в больнице началась санитарная опрацовка. Это инструменты в окна, стены, подлоги у выходной группы. А у докторов и медсестер заявилась о макшимости отпадшить в опрационных отпусках. Мы вымыли все палаты, их продезинфицировали, обработали. Сутки они простояли в режиме помытом. И сейчас мы начинаем принимать пациентов, которые непосредственно раньше проходили у нас лечение, как обычные пациенты. На сегодняшний день мы гарантируем, что корпус, который мы сейчас запускаем, он совершенно приспособлен к работе в обычных условиях. Там нет никаких коронавирусов. Он полностью дезинфицирован. С этого дня работы у плановым парадку одновляя и Гомельская городская клиническая больница номер один. Нагадаем ранее до звычайного режима. Вернулись и областная клиническая больница, городские больницы номер два и четыре, а так само скорно-венерологичные и онкологичные диспансеры и широкодделения районных больниц. Учатвер 16-го лепеня помощник президента Республики Беларуси, инспектор по Гомельской области Юры Шулейко, проведе промую телефонную линию. Пытания будут приматься по номеру телефона у Гомеля 33-12-37 с 10 до 12-1. Светлогорский целлюлозно-кордонный комбинат у первой по годе реализовал свыше 134 тысяч тонн сульфатно-белиной целлюлозы, большим на 130 миллионов рублей. Пока шик продажу продукции амально 86%, высшейшей, чем за аналогичный период в минулых года. Предприемственная спинна працой на экспорту Китай. Все лет осетагрузки ЦКК в першиню отправил туда целлюлозу при допомозе чугунки. Новое логистичное решение больше выгодное, чем традиционный способ перевозки груза морским транспортом. Таким чином термин доставки скоротился с 1,5-2 месяцев до 16 суток. Больше 300 вакансий пропонуют беспрационным, на черговом электронном кермаши. И он пройдет 16 липня с 10 до 12 годин на 1 информационной плясовце и вакансий.бай. Свободные опрационные места пропонуют в предприемстве «Станка Гомель», Гомельский завод станочных вузлов, химичный завод, Кубгар электротранспорт и Гомельский областный клинический скорно-венерологичный диспансер. Электронная платформа позволяет соискальникам ознайомиться с пропоновами, задать пытания наймальникам в специальном чате и передать свое резюме. Скористаться послугой можно с мобильного телефона. Коли по техничных причинах отказа наймальника не поступил, треба покинуть адрес своей электронной пошты. Даже стабилизовали ситуацию с лесными пожарами в Беларуси. Заборона на наведывание лесов деяничает только в четырех районах нашей области – Брагинским, Гомельским, Добрушским и Речицким. Отслучивать ситуацию можно с допомогой интерактивной карты на сайте Минлесгаса. Информация обновляется на протягу сего дня. Нагадаем, порушение забороны на наведывание лесов або потребование пожарной безопасности, которое не потягнуло причинение шкоды, может караться попереджением цих штрафов до 25 базовых величин. В случае снищения або пошкоджения леса, порушальнику погрожает штраф до 50 базовых. Теплое надворье и высокая вельготность поветра. На Гомельщине наступил сезон массового сбора лесных ягод и грибов. При этом у пошуках любимой природной присмаки люди часто гребуют мерами безопасности. В данном случае говорится про уровень радиоцинного заборуджения. Про что нужно знать и помнить, собирая лесные дары, доведался наш корреспондент Павел Михно. Грибы – один из уподобанных даров лесу, які оценят за оригинальный смак и невымовный водор. Их споживают в вареном, смаженном, тушенном, маринованном и соленом видах, часом забываючи про то, что они чудовно поглоняют тяжкие металы и небеспечные радионуклиды. То же самое тыжится и лесных ягод. Так как у нас радиационная обстановка переменчивая, то все, кто собирает грибы, желательно, не желательно, а обязательно, приносить для исследований в территориальные центры гигиены, это наш областной центр, или на территории любого района, где они собирают грибы, на исследование по содержанию радионуклидов. Потому что случаев превышения очень много. И нужно перепроверять, тем более в прошлом году было засушливое лето, концентрация радионуклидов не разбавлялась дождями, и, соответственно, могла накопиться. Сбирать грибы и ягоды можно у местах, где шчильность радионуклидов цезию меньше за 2 кюры на квадратный километр. При этом некоторые из ягод и грибов саправданные аккумуляторы радионуклидов. Тому повышенную асерожность варта проявлять аматорам чарницы, черной и червоной парычки. А сирот грибов варта звернуть увагу на польский гриб, маховик и масленок. Так само у зоне рызыки и популярные лисички, и белые грибы. Даже на территориях чистых, так называемых, низких, с малыми плотностями загрязнения, рекомендуется все-таки проверять грибы периодически. Потому что в зависимости от форм выпадений цезия, даже на малых уровнях загрязнения могут быть очень высокие коэффициенты перехода именно цезия в пищевые продукции лес. И пищевая продукция леса будет превышать допустимые уровни. Любой желающий население может принести дары леса к нам в лабораторию, в лабораторию Гомельского опытного лесхоза, где абсолютно бесплатно мы проверим дары леса на загрязнение радионуклидами. Проверка продукции у лабораториях радиоцинного контролю, обовязковая умова приема грибов и ягод от насельництва подразделениями Аблспожилсоюза. 9,2 тонн мы закупили грибов с начала года. Сейчас приступили активно к заготовке культурных ягод. У нас в целом по области вся продукция проходит проверку по радиоцинкционному контролю. Ни одна партия у нас не производится приемка без лабораторного контроля. Если вдруг бывают случаи превышения содержания радионуклидного контроля, значит, мы ее просто не принимаем. При набыти лесных даров на рынку треба переконаться, что у продавца есть дозвол лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на продаж продуктов рослинного походжения и проведенный радиоцинный контроль. При этом специалисты не рекомендуют куплять лесную продукцию на стихийных рынках або к ля дорогам. Павел Михно, Игорь Марышенко, Валерий Гопанько, Толерадо-Компания «Гомель». За шесть месяцев этого года в области затримано больше как полторы тысячи человек, которые сели за рулю нецвярозным станем. Больше как 300 таких случаев зафиксировано в «Гомеле». По вине пьяных водителей отбылось и 17 ДТЗ, у которых шесть человек загинули и 17 отримали травмы. У рейд с супрацовниками ДАИ отправилась наша здимачная группа. Разом с патрульным экипажем отправляемся на объездную дорогу «Гомеля». Тут допущенная охотность – 60 километров за годину. Как только инспекторы выставляют радар, он фиксирует порушение – 87 километров за годину. Ауто спиняют. Жанжине водителю доводится пройти стандартные процедуры – проверка документов, пошук по базе. Водитель порушения у Николи не имел, ей выписывают минимальный штраф. У дороги супрацовники ДАИ расповедают, реакции на покарание бывают разные. Одни спрощаются, другие плашут, а третьи спокойно спрыгивают ситуацию. Инспекторы звертают увагу на худкость, документы, стан машины и водителя. Госавтоинспекция напоминает о том, что управление транспортным средством в состоянии опьянения, либо передача управления такому лицу, либо отказ от прохождения свидетельствования влечет наложение штрафа от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления сроком на 3 года. В случае повторного такого нарушения после наложения административного взыскания в течение года, человек может быть привлечен уже к уголовной ответственности. Кроме того, транспортное средство, на котором совершено данное преступление, будет подлежать специальной конфискации, независимо от права собственности. Наступное порушение, которое фиксует радар – худкость – 136 км за годину. В два раза больше допущенной. Уладельник Ауди догоняюсь праздникальки хвилин. Тормозить мужчины не одразу. На первое потребование инспектора ДАИ не реагирует. При этом документы в парадку. Водитель погажается, что виноватый, а после додает, мол, так ездить все, а трапился только он. За превышение худкости ему выписывают штраф в три базовые величины. Когда на протягу года он порушит полторно, позбавится правов на год. Так званые бесправники – еще одна категория неотбайных водителев. Они часом спробуют выполнить инспекторов, что спешались и забыли правы дома. А ледаи выключению не робить. В соответствии со статьей 18.19 Кодекса административных правонарушений Республики Беларусь, лица, не имеющие права управления и управляющие транспортными средствами, а также передавшие лицу, не имеющему права управления транспортные средства, могут быть подвергнуты административному взысканию в штраф в размере от 5 до 20 базовых величин. В случае повторного управления транспортным средством в течение года после наложения административного взыскания лицом, не имеющим права управления данным транспортным средством, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 20 до 50 базовых величин, либо административный арест. Если вам понятно, что человек кирует машины в стане алкогольного или наркотичного опьянения, снимает право, да и просит поведомить об этом по номеру 102. Сама досконалость. У Музея истории города Гомеля открылась выстава гомельского фотографа Олега Беловусова. Она присвечена жанучшей прихожосте, якая натхняет на створение мастацких творов. У экспозиции – здымки, створенные автором за 25 годов. Представленные в образы яркие и запоминальные – белорусские в национальных костюмах, в сходних и старожитных уборах. За весь свой профессийный шлях автор у першиню выросил представить выставу жанучих здымков. Эти девушки, они, их можно по праву назвать совершенными, потому что они умные, они добросердечные, они невульгарные. Каждая из них имеет свою историю, свой взгляд на жизнь, они самодостаточные, они личности. Олег Беловусова – загадчик отдела фотоэллюстрации газеты «Гомельская правда», член Белорусского союза фотографов и союза журналистов. Его фотосдымки можно убачить не только в газетах и часописах, но и в шматликих друкованных выданиях. Олег Беловусова – лауреат творчих и профессийных споборництвов, у тем лику республиканского конкурса «Золотая литера». Это и так сама и иншие новины. Информацию об проектах телерадио-компании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Минувшей ночью в Гомеле на улице Дворникова в беседке убили двух человек. Погибшие мужчины в возрасте 32 и 38 лет. Первым одного из погибших обнаружил таксист, который проезжал по улице неподалеку от места происшествия. Около проезжей части он заметил раненого мужчину и вызвал скорую милицию. Второго погибшего обнаружили уже правоохранители. Тело мужчины находилось в беседке во дворе. Установлено, что оба они скончались от ножевых ранений. По словам жильцов близлежащих домов, в ночное время мужчины находились в беседке и слушали громкую музыку. Возбуждено уголовное дело, ведется розыск подозреваемых. Любую полезную информацию просьба сообщает следственный комитет по телефону 8029-743-7545 или по телефону милиции 102. В озере в районе улицы Полевой областного центра утонул 21-летний парень. Он ждал компанию своих друзей и нырял с трамплина. Вскоре его знакомые приехали на машине, но своего приятеля там уже не увидели. Зато нашли у берега его одежду, поэтому решили вызвать МЧС. На следующий день тело парня было обнаружено водолазами освода на двухметровой глубине. На место выезжала следственная оперативная группа. Выяснилось, что в воде недалеко от трамплина находилось затопленное дерево. В Чичарском районе молодые родители вместе со знакомыми поехали в поле собирать коноплю, а дома оставили на бабушку 11-месячного ребенка. После сбора урожая на выезде из деревни автомобиль, в котором находились четверо мужчин и женщина, задержали сотрудники ГАИ. Вместе с ними работали и оперативники наркоконтроля. В ходе обыска машины было обнаружено 4 полимерных пакета с растительной массой весом 12 килограммов. Экспертиза показала, что изъятая является марихуаной. Молодые люди в возрасте от 22 до 32 лет были задержаны. Девушка-водитель и один из парней оказались супругами. Дома они оставили 11-месячного ребенка на попечение бабушки. Следователями дана правовая оценка действиям подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств. В деревне Хуторянка Гомельского района в результате пожара уничтожена деревянная баня. Также повреждены крыша кирпичного сарая и веранда хозяйского дома. Пострадавших нет, спасатели справились с возгоранием и сохранили имущество в жилом помещении. По предварительным данным, огонь мог распространиться из-за нарушения правил эксплуатации печей и теплогенерирующих устройств. И напоследок еще одна информация от МЧС. Спасатели просят быть внимательными грибников. За минувшие сутки двое пенсионеров потерялись в лесах Жлобинского и Речевского районов. Первого любителя тихой охоты накануне вечером нашли сотрудники РОВД. Поиски второго до сих пор продолжаются. Это пенсионерка 1950 года рождения. Неподалеку от деревни Глинная Слобода Речевского района она ушла в лес за грибами и до сих пор не вернулась. На поиски пенсионерки направлены сотрудники милиции, МЧС и местного лесхоза. Это вся информация выпуска. Оставайтесь на Беларусь-4. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Гомель принимал первый тур чемпионата Беларуси по пляжному волейболу. Соревнования проходили на песчаных площадках стадиона «Луч». Сильнейших выявляли в течение трех дней. Более 50 пар такого массового представительства на этапах чемпионата Беларуси по пляжному волейболу история ранее не знала. Свою лепту внесла и пандемия. Волейболисты буквально изголодались по соревнованиям. Столько команд еще не было ни разу, но здесь, наверное, много причин. И, наверное, одна из основных – это то, что коронавирус помешал нам закончить классический чемпионат. И просто все соскучились. И игроки, и судьи, и все соскучились за играми. Поэтому очень много желающих поучаствовать. С таким высоким интересом к соревнованиям организаторы успешно справились. Спортивный объект позволяет проводить крупные массовые мероприятия. На протяжении трех дней игры одновременно ввелись сразу на шести площадках. А вот для волейболистов массовость создала проблему. Исключительно спортивного характера. Конкуренция возросла, и добраться до призовых мест стало намного труднее. Большая конкуренция. Много сильных пар. Тут со сборной Беларуси приехали пары. И не только. Очень много сильных пар с Минска, с Минского моря. Также свои хорошие есть пары с Гомеля. Что касается результатов первого тура, то сенсации не произошло. Прошлогодние чемпионы подтвердили свой статус. У мужчин лучшей стала столичная пара Александр Дедков и Павел Петрушко. Игроки «Гомельской энергии» Владимир Галота и Дмитрий Майоренко остановились в шаге от пьедестала. У них четвертое место. У женщин также победили фавориты. Виктория Секретова и Елизавета Чебай. Волейбольная команда «Энергия» обрела главного тренера. Возглавил гомельский коллектив Роман Аплевич. 34-летний волейболист защищал цвета энергетиков два минувших сезона. В будущем сезоне он также намерен выходить на площадку в качестве игрока. Дмитрий Смоликов остается в Гомеле. Гомельст продлил сотрудничество с клубом. По окончании минувшего сезона Смоликов планировал перебраться в чемпионат Чехии. Однако этому помешала пандемия. Гомельчане в числе призеров открытого республиканского турнира по стрельбе из лука на призы управления спорта и туризма Могилевского облсполкома. В командных состязаниях девушек победили Ирина Ромашко, Алина Малаева и Виктория Соловьева. Еще одно золото завоевано в МИГ. Семь соперников обошли Никита Акулин и Алина Малаева. Также на счету гомельчан одна серебряная и четыре бронзовые награды. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Оставайтесь на Беларусь.